Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Продолжаем обсуждать этот длинный пост обращения, которое оставила Пугачева у себя в социальной сети, обратившись к нам с вами, к россиянам. И вы знаете, хотелось бы отметить вторую часть в ее сообщении. Сейчас пишут о том, что фанаты и поклонники ее находятся в шоке, потому что считают, что это прощальный пост, что она обратилась, сказав о своем заболевании, простилась, если хотите. Вот что она пишет. «Я свою миссию выполнила, я давно не пою. И моей судьбой управляет вселенная», — пишет Пугачева. «И не надо считать количество волос на моей голове. После Чернобыля, спасибо, хоть что-то осталось. И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат», — пишет Пугачева. Ну вот фанаты-поклонники, пишут СМИ, перевозбудились, потому что посчитали, что это она сообщает, что, так сказать, она болеет, и это прощальное такое прощальное обращение. СМИ пишут, что напридумывали себе болезни, что она понимает, что ей недолго осталось. Друзья, вы знаете, дело в том, что, во-первых, ей много лет достаточно, и одному Богу известно, кому сколько осталось, тем более, когда такой возраст. То, что касается Чернобыля, насколько я ознакомился, то, что касается СМИ, никакой реальной опасности она там не подвергалась. То, что она получала какую-то дозу, в принципе, вы знаете, в сравнении, как вот я прочитал в нескольких комментариях, пишут те люди, которые были ликвидаторами, что они получили, какую дозу, и по итогу, как их жизнь сложилась, да, которые сейчас выступают за Россию, и она, которая получила какую-то свою дозу облучения, и то, что она делает. Люди не понимают. То есть те люди, перед которыми она летала выступать в Чернобыль, они же ее и не понимают сегодня. Поэтому, вы знаете, это, конечно, полвека я бежала к своим зрителям, чтобы они были счастливы. Вы знаете, можно полвека бегать. Мне очень вот хочется ответить, и я поэтому записываю эти видео, потому что все-таки это везде сразу печатают, и ее обращение она прекрасно знает, что будут разбирать, будут цитировать, будут печатать, растиражировать. И мне хочется и ваши почитать комментарии. Что вы думаете? Потому что я вижу, что действительно многим обидно очень, потому что многие люди слушали ее песни, ждали ее рождественских встреч, ждали ее концертов и считают, что, будучи обласканными все члены ее семьи, любовью обычных людей, они не имели права поступить так, как поступили, и свалить в Америку все. Люди считают, что если они их так любили, и они были обласканы народной любовью, то они обязаны ответить людям тем же сложную ситуацию, а именно быть с народом. Вот что самое главное. Поэтому такой уровень неприятия, он складывается из того, что была высокая степень народной любви. Вот что людей-то поразило больше всего. И, вы знаете, можно полвека бежать к любимым своим зрителям и делать, чтобы они были счастливы, но из этих 50 лет, полвека, 30 лет понадобилось для того, чтобы из эстрады и творчества в нашей стране появился шоу-бизнес, так называемый. А явление Пугачевщина, вот лично с моей точки зрения, приложило к этому очень большую руку. Потому что появилась кучка продюсеров, поэтов, композиторов, которые писали песни для своих, круг своих, которых не пускал, который не пускал ни талантов, ни хрена. И в итоге, по итогу получилось, что это такая закрытая клубная жизнь, где куча денег, потому что бежала к зрителям, которые несли денег на концерт, которые делали популярные, а потом звали на корпоративы. Но только после корпоративы почему-то со зрителями уже никто не делился. Можно было делиться, сказать, друзья, вы же на концерты приходили, вы делали меня звездой, чтобы меня потом звали на эти корпоративы, платили эти миллионы, эти сотни тысяч там евро. Поэтому я вот здесь больницу построила, здесь вот детский сад я построил на свои эти миллионы, а здесь вот реабилитационный центр, понимаете? Вот это да, это другое дело. Ты получила от народа любовь эту и конвертировала ее потом уже из концертов в корпоративы, где не для своей семьи квартирки, покупая виллы и замки, а я конвертирую эту любовь в потом корпоративные мероприятия, олигархов там, не знаю, политиков, еще кого-то. Я отдаю людям тем, что делают для них. Не вышло и спело для них, когда уже денег по шею, а сделала совершенно конкретное дело для людей. Приехала и в Донецке построила детский сад, например, шикарный. Понимаете? То есть вопрос заключается в том, что я бежала к зрителям делать их счастливыми. Так нет, ну ты выходила, ты денег за это получала, правильно? Более того, сделала из эстрады непонятно что. Мальчики цвета неба, дети непонятно откуда берутся у них. Значит, девочки в трусах поют. Зайка моя, твой тазик. Вон концерт Киркорова, сегодня поговорим об этом в Белоруссии. Там такие танцы были, что люди их назвали бесовскими. А откуда Киркоров появился? Что, не Пугачева, что ли, его продвинул? Поэтому, а влияние Киркорова на эстраду возьмите. Это же просто вообще ужас, что творится. Пляски на кресте, мужики ходят. Это просто ужас какой-то. Поэтому для меня, я считаю так, бежала к людям. Люди любят тебя, люди идут на твои концерты, люди платят деньги за билеты. Ты потом становишься популярным, популярной. Тебя зовут на какие-то мероприятия, уже не связанные с людьми. Я имею в виду концерты, да, вот зрители приходят просто. Бери эти деньги и отдавай людям. А они что делают? Они берут и начинают покупать квартиры, машины, яхты. И эту жизнь еще людям демонстрируют. Потом говорят, что это люди там, это мы вот популярные такие личности. Да вы за счет чего стали популярны? Этот же, этот народ вас взрастил. Он вам дал все. Он вам дал все, чтобы вот вы сейчас сидите, виллы у вас там на Кипре, еще где-то. Это же народные деньги. Вы скажете, да как, это мой талант, я на корпоративе спела. Да тебя на корпоратив позвали. Почему? Потому что народ тебя сделал популярной, ходил на твои концерты, слушал твои песни. Если бы народ это не делал, тебе никто никуда бы не позвал. Ты бы своим песням никому не была нужна, никому не был нужен. Поэтому конкретно любить людей, это не бежать к ним, чтобы бабло срубить. Потому что да, люди слушают песни, у них что-то открывается. Но ты же деньги-то за это получаешь, ты же зарабатываешь. Так потом, когда ты отдавай людям, а в итоге получается, людям ничего не отдано. Страна одебилена просто этим всем, пошлости на эстраде. Эстрада уничтожена фактически как явление, как творчество полностью. Куча денег на свои замки, яхты, моря, океаны. А народ я любила. Чушь какая-то абсолютно. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников. Ролики из разных источников. Новости все из разных источников. В одном месте политика с моими комментариями. Все это мой телеграм-канал Будда Гришна. Друзья, кому в принципе хочется больше говорить о политике, переходите на Рудью. Канал Будда Гришна. подписывайтесь. Потихоньку канал наполняется видеополитикой. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.